Новогодние праздники подходят к концу, а ёлки ещё остались. Обычно россияне убирают символ праздника после 14 января. Но в отличие от искусственной красавицы, живое дерево редко может протянуть столько дней. Обычно оно начинает быстро засыхать. И тут встаёт вопрос, куда её девать? Тем продолжит наш корреспондент. Новогодние праздники закончились, пришло время убирать всю новогоднюю атрибутику. С обладателями искусственных ёлок предельно ясно. Игрушки в одну коробку, конструкцию дерева в другую и на полку до декабря. Но остались ещё в обществе любители натуральной хвои. С ними всё сложнее. Мы поинтересовались у тверичан, а какие ёлки они предпочитают. Живые или искусственные? Когда их убирают и много ли от них хлопот? Искусственные. Проще устанавливать, деревень рубим, и ёлки убирать не надо. Иголки осыпаются с неё. Потом до лета в ковре ногами нащупываешь их. Всегда наряжали живую, и я заживу. И запах. Да никакие проблемы, господи. Убрал, убрался, всё. Ветви сосны. Я их просто переработаю, и всё. Во-первых, живые жалко ставить, а во-вторых, они все осыпаются, это непрактично. И зачем вырубать ёлку, ради того, чтобы она там пять дней постояла. Мало того, что она осыпается, и всё, весь пол в иголках. Так ещё и, не знаешь, как её с пятого этажа спустить, там, что есть подъезд, всё в иголках. И действительно, любители живых елей ждут хлопоты. Обычно всё новогоднее отправляется в коробки после Старого Нового Года. Но живая ёлка начинает осыпаться раньше. Даже пока идёт процесс раздевания её от игрушек, часть иголок окажется на полу. Если есть животные, то они могут наглотаться этого мусора. Поэтому действовать надо оперативно. Но самая большая проблема, то, что живую ёлку нельзя просто так взять и выкинуть в мусорный контейнер. Чтобы правильно утилизировать ёлку, её нужно складывать не в контейнер, а в специальный отсек для КГО, крупногабаритные отходы. Оттуда их будет забирать специализированная техника. Почему мы их не складываем в контейнеры? Потому что мало того, что они занимают много места, а вторая причина, они могут повредить прессовочный механизм в нашем специализированном транспорте. Что приведёт к простою автомобиля, к нарушению графика. Прежде ёлку нужно освободить от мишуры, конфетти и прочих украшений или их частей. Если в вашем дворе нет контейнера для крупногабаритного мусора, придётся поискать соседних. Отсюда дерево потом отправится на переработку. По нашей информации, всё отправляется на полигон, а там ёлки дробятся и используется в дальнейшем этот материал для уплотнения дорог. Можно отметить хорошую тенденцию. Не складируют уже по большей степени ёлки в контейнеры, потому что, я думаю, люди сами смотрят и понимают, что, возможно, им будет трудно её, во-первых, запихнуть, во-вторых, она действительно занимает много места. Оставлять сухую ёлку у баков и вовсе небезопасно. Такие предметы привлекают юных поджигателей. А огненное шоу во дворе домов может закончиться пожаром и материальным ущербом. А потому для спокойствия общественного и экологического, избавляясь от новогодней ели, лучше придерживаться всех правил, либо обзаводиться искусственным деревом. Субтитры создавал DimaTorzok